Xiaomi и Huawei. Две самые перспективные китайские компании с небывалыми амбициями. Но какая из них всё-таки лучше? И смартфоны какого бренда предпочитают зрители нашего канала больше? Ответ вы узнаете в конце данного ролика. Привет! Буквально три недели назад суббренд компании Huawei, компания Hona, представила свою новинку под названием Play CMC. И вы сейчас скажете, Андрюша, я ничего не знаю об этом смартфоне, ты просто хочешь сорвать хайп на ровном месте. А я вам отвечу, что сразу же после презентации этого смартфона я оформил на него заказ. По одной простой причине, потому что это один из немногих смартфонов от компании Hona, за работу которого отвечает процессор от Qualcomm, а не от Kirin, который многих бесит. Давайте-ка посмотрим, что это за зверь. И в конце этого видео у меня будет для вас, в общем-то, сюрприз. Если вы, как и я, любите экшн-игры, то присоединяйтесь к игре War Robots, где уже более 70 миллионов игроков, включая меня, сошлись в красочных баталиях в режиме реального времени, управляя гигантскими роботами с мощными пушками наперевес. Потрясающая графика и невероятные эмоции. Регулярные обновления, новые роботы, карты, режимы. Выберите своего робота, определитесь с тактикой боя, и вперед выбивать всю дурь из своих врагов. Установите War Robots прямо сейчас, и получите отличный стартовый набор. Робота Джай Паттон с уникальным скином, а также 4 пушки пулемета, 100 золота и 400 тысяч серебра. Ссылка в описании. Скачай и поддержи проект AndroNews. Давайте начну с самого начала. Конкурентом, каким моделем этот смартфон является, по крайней мере на бумаге. Думаю, что Huawei выпускали этот девайс как альтернативу Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus. В итоге получилось что-то между ними. Задняя крышка из металла, каркас из пластика. Собственно, как и у Redmi 5. Металл довольно маркий, и на темной версии это напрягает. Думаю, вы заметили первое отличие. Два модуля камер на заднике. В бюджетных смартфонах это непривычно. Во всяком случае, чтобы вторая камера была не фейковой. По всему остальному, ничего необычного в 2018 году для продуктов от Huawei. Вытянутый экран с логотипом в нижней части. Аудиоджек есть. Порт microUSB. Одной из особенностей устройства является наличие двух полноценных слотов для сим-карт. И слоты для карты памяти. За это всегда хочется выписать респект. Почему я сказал, что этот смартфон что-то между Redmi 5 Plus и Redmi 5? Да по одной простой причине. Потому что диагональ дисплея этот смартфон получил как у большой версии. А техническую часть в точности как у Redmi 5. Но вы знаете, одно дело, когда вы смотрите на сухие технические характеристики на бумагу. А другое дело, когда вы держите эти смартфоны рядом в реале. Сборка у смартфона отличная. На мой взгляд у Huawei в этом плане никогда не было проблем. Точно не хуже, чем на Xiaomi. После включения сразу хочется обратить внимание на четкость изображения. Ведь HD Plus, растянутая на 6 дюймов, сразу вызывает вопросы. Я вам могу сказать так. Опытный юзер заметит разницу между Full HD Plus и HD Plus просто вот так вот невооруженным взглядом легко. Но если учитывать, что вам нужен, допустим, Huawei с большой диагональю, за небольшую сумму денег, с этим можно смириться. И я вам скажу больше. Неопытный юзер заметит разницу между HD Plus и Full HD Plus только если будет держать два экрана рядом. Как всегда это бывает на устройствах от Huawei, русский язык есть из коробки, даже в китайской версии. Google сервисы устанавливаются из магазина, всеспомогательный также можно адаптировать без проблем. Кроме наличия бендов, которые в международных версиях, как правило, имеются. В данном же случае, ни B7, ни B20 нет. Это вечная проблема хоноров из Китая, даже флагманских. Радует, что смартфон из коробки работает на восьмой версии Android. Про оболочку ничего говорить не буду. Вы и без меня знаете, что из себя представляет имуай от Huawei. Чисто так, ради забавы. Сравнил скорость поочередного открытия приложения с Redmi 5. Процессоры у них одинаковые, комплектации так же. По производительности, я считаю, что Snapdragon 450 это просто сказка для любого бюджетника. На максимальных настройках тянет даже танки. Бывают, конечно, просадки до 21 кадра в замесах. И тем не менее. Стабильно держится около 40-45 кадров. В бенчмарках ничего нового. Тот же Redmi 5, по сути. По времени автономной работы, дела обстоят хуже, чем у Redmi 5. Видимо, за счет меньшей емкости и большей диагонали дисплея. Но если объективно, на конечном результате это мало сказывается. Так как на один световой день полного заряда хватает с головой. Как правило, остается около 30% под конец дня. Результаты тестов у вас перед глазами. По камерам. Honor получил два модуля на 13 и на 2 мегапиксели сзади. И один на 8 мегапикселей спереди, со вспышкой. На дневных фото лучше себя показывает Xiaomi. Незначительно, но лучше. По балансу белого, Honor немного уходит в холодный оттенок. По детализации так же есть разница. Результат идентичный на всех снимках. В условиях недостаточного света общая ситуация не меняется. На Xiaomi меньше шумов, лучше детализация и правильный баланс белого. Портретный режим на Honor работает лучше, чем у третьего эшелона. Но качество снимка все равно довольно посредственное. Много ошибок. Пишите свои мысли в комментариях. По видеосъемке ситуация так же не меняется. Стабилизация на обоих смартфонах никакая. Но вот шумов уменьшено видео о полученном на Xiaomi. А вот по фронталке Honor заметно лучше. В принципе по всему. Плюс в интерфейсе камеры есть множество различных плюшек для любителей делать селфи. По звуку из мультимедийного динамика, Redmi 5 просто насилует Honor. И по громкости, да в принципе по всему. И это меня удивило, так как стандартные мелодии звучат на нем вполне неплохо. А вот скачав сторонний трек, все стало на свои места. В наушниках звук немного тише, чем на Redmi. Но детализация плюс-минус такая же. К разговорному спикеру и микрофону претензий нет. В этом плане у Huawei всегда был порядок. Давайте подведем итоги относительно этой модели. Ну и после я вам же расскажу о выборе наших зрителей и читателей. Что лучше, Huawei или Xiaomi? Ну вот давайте, что мне понравилось в этом смартфоне, учитывая его стоимость 170 долларов на старте продаж. Я знаю, что оно будет падать и все такое, и тем не менее. На мой взгляд, плюс только один. Совмещенный лоток для сим-карт и для карты памяти. А вот минусов несколько. Первое, стоимость на старте продаж. Она у Huawei, как всегда, очень высокая. Второй минус, дисплей установили большой, а разрешение маленькое. Такое решение понравится не всем. Ну и теперь самое интересное. Перед тем, как начать записывать это видео, я провел опрос на своем канале в Телеграме. И спросил у своей аудитории, А какие смартфоны, по их мнению, лучше, Xiaomi или Meizu? Несмотря на то, что смартфоны Huawei дороже. Вот просто мнение. Вот, каким бы смартфоном человек пользовался, Xiaomi или Meizu? Вообще, цену мы отбрасываем в сторону. И вы представляете, 79% моей аудитории сказали, что они пользовались бы смартфонами Xiaomi, и только 21% Huawei. И если честно, этот результат меня поверг в шок. То есть люди думают, что смартфоны Xiaomi, они не только дешевле, но они еще и лучше, за более вменяемую сумму денег. Есть еще, правда, такой вариант, что меня смотрят только фанаты Xiaomi. Но это дело такое. Ладно, если честно, я понимаю, что вам и нафиг не нужен этот Huawei Honor 7C. Я просто хотел, чтобы в комментариях под этим видео выяснили свои отношения фанаты Huawei и Xiaomi. Кто же все-таки сильнее? Как говорит Стас, а и как просто, байдю на комменты. Участвуйте в нашем розыгрыше Galaxy S9+. Кстати, прямой эфир уже будет через парочку дней. Подавайте заявку прямо сейчас. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.